Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня мы приехали отдохнуть в отеле Луна. Это город Анапа. Получается Пионерский проспект. Проезд. Адрес отеля Пионерский проспект. Проезд Тополиной 2. Проезд. Телефон и сайт отеля я укажу в комментариях. Отель имеет два корпуса. Семиэтажный и пятиэтажный. Пятиэтажный корпус. В нем номера чуть-чуть побольше по размеру, чем в семиэтажном. В семиэтажном наверху есть улучшенные номера. Цена, конечно, подороже. И также вид на море. Там, разумеется, и цена уже повыше. В пятиэтажном нет лифта. Но в семиэтажном есть лифт. Номера со всеми удобствами. В каждом номере есть кондиционер. Поэтому заселяемся. Заселяемся и получаем удовольствие от солнечных лучей. Краснодарский край приглашает вас в гости. Вот такой холл. Концепшн. Там столовая. Ресторан. Да и не столовая. Это ресторан. Небольшой ресторанчик. Номера свободного с видом на море нет. Поэтому поднимусь повыше и через окно на площадке посмотрим, какой может вид открываться из окна. И так, разумеется. Да и не верь. Это ресторанчик. Агентин. Вот на шестой этаж поднялся, у кого балконы на эту сторону окна, конечно, шум прибоя и море. Красиво. Заселили нас в 208 номер. Вот такой вот номер. Шкафчик. Сейфа в шкафчике нету. Холодильник. Два стакана, телевизор. Сплит-система. Интересно, сплит-система над входной дверью расположена. И душевая с туалетом. Также у нас есть балкон. Но выход у нас вид не на море, вид во двор, на парковку. Но с одной стороны хорошо, солнца много нету. Вот такой вид с балкона. Рядом соседний. А не отель, гостиница. Наша тоже гостиница. Из двух корпусов состоит. Вот второй корпус пятиэтажный. Там номера чуть-чуть побольше. Чистенький, аккуратненький. В отеле бассейна своего нет. Территории своей нету. Это просто отдельно стоящие. Два здания. Также дополнительное питание. Ну и завтраки можно отдельно оплачивать. Есть прачечная. И есть на третьем этаже гладильная доска и утюг. Все. Дополнительно больше. Здесь ничего нет. На море здесь рядышком. Сейчас сразу пройдем от первого лица. Поснимаю. Здесь же рядом есть и столовые, и рестораны. Рядышком есть кафешки, магазин. Даже вино Кубани есть. Народ вообще мало в этом месте. Здесь же есть на улице мини-маркет. Электромобили возят отдыхающих с соседнего пансионата. Здесь же есть продажа надувных кругов. Сумочек, кепочек, принадлежности для пляжа. Никуда далеко ходить не надо. И тихо, спокойно. Народу немного. Шашлык, вино, суши. Все готовят здесь рядышком. Поэтому тихое уединенное место. Вечером музыка здесь не гремит. Здесь тоже кафе. Где написано «Вина Кубани». Там же столовая тоже. Цены недорогие. В среднем на троих хороший обед выходит где-то 700 рублей на сегодняшний день. Здесь же шашлык можно, шаурму, птицу, гирос заказать. Ну и пляж. Пляж рядышком. Замечательно. Вообще ходить далеко не надо. Взял микрофон заодно и спробую, как работает микрофон на ветру. Ветер сейчас дует в лицо. Повернул только из здания направо и все. И сразу уже пляжная зона. Здесь же кафешка еще стоит. Значит выход есть из здания. А вот на этой стороне все эти окна выходят с видом на море. Так что все рядышком. Косички заплетают. Тату рисуют. Хной. Здесь же и бананы есть, и мотоциклы есть. Развлечений много. Снова нет. Часелка оставь меня, да? Повернулся. Так что все, как и в сайте. Снова нет. Часелка оставь меня, да? Ну, на. Повернулся. Территория огорожена одного отеля, другого отеля. Это вот ривьера. Море, солнце, вода. На пару дней приехать, это всегда приятно. На пару дней, что мы рядом. Люди приезжают на пару недель минимум, а то и на месяц. У кого какие возможности. Вот такой замечательный берег. Песок и люди. Также вода и солнце. А это Анапа. Мы не в самой Анапе. А рядышком. Отдохнули мы два дня. Время пробегает на отдыхе, как всегда, быстро. Дерблюд ходит по пляжу, детей катает. Народа очень много. Первый день приехали, море было грязное. Но сейчас море чистое. Но тем не менее, на пляже стоят, местами такие вывески. Это не то, что нельзя купаться. Это зоны, где мотоциклы, лодки, бананы, ватрушки. Отгороженные зоны для купания. И слева, и справа. Их очень много. Отель наш, в котором мы остановились. Вот он выходит. Получается, вид на море начинается с третьего этажа. С четвертого. С четвертого этажа. С третьего этажа еще плохо видно. С четвертого уже нормально. Но номера все заняты. Поэтому вид из номера снять не смог. Снял только вид с площадки. На этом все. Кто выберет тихое место. Народу много. Это не из отеля. Это рядом стоящие большие дома отдыха. Это оттуда столько народу. Ладно. Ну все. Отдых наш закончился. Приезжайте, отдыхайте. Курорты Краснодарского края ждут вас всегда. Всего вам доброго.